Друзья, привет! Сегодня Армения отмечает День Независимости. Это радостный праздник, это выходной день, когда люди должны радоваться, улыбки на лицах, детишки, бабушки, солнце светит. День, когда каждый может уверенно сказать, что это моя страна, мы ее создали, и будем в ней жить, и будем эту страну развивать. Это не пустые пафосные слова, а это факт. И несмотря на землетрясения, войны, блокады, врагов, предателей, кстати, как внешних, так и внутренних, внутренних, кстати, всегда опаснее. Армения жива и будет жить. С Днем Независимости, мои армянские друзья. Небольшой офтоп. Тут, кстати, надо сказать, что режим Алиева в Азербайджане не случайно выбрал для агрессии против народа Арцаха 19 сентября, то есть 2,5 дня назад. Чтобы к 21 сентября, то есть сегодня, ко Дню Независимости Республики Армения, испортить людям праздник трагедии. Знаете, кто такие азербайджанские мусульмане советской закалки? Именно советской закалки, я подчеркну. Такие, как клан правящего Азербайджане Алиевых, Пашаевых. Это гопники, совмещающие откровенное, извиняюсь, блядство, пьянство, убийство, надругательство над ценностями своего же ислама, с театральным побиванием лбом об стену центральной мечети Баку. Это не настоящие мусульмане, это позор. Я бы таких людей, честно говоря, даже не пускал в Мекку на хадж. Да, Алиев ездил с семьей некоторое время назад для красивых селфи, показать, какие они мусульмане. На словах, Азербайджан светское государство. Но это неинтересным образом совмещает с убийствами христиан, армян именем Аллаха. И вот эти видео выкладывают в интернет. Позорят имя Аллаха. И еще переделывают древние церкви в мечети. Интересно, кстати, что Алиев и его шестерки при этом большие мистики. Для них даты имеют огромное значение. Убить сына в день рождения матери, в годовщину свадьбы детей, зарезать их пожилых родителей. Кто не в курсе, они напали на меня самого, и вообще не армянина, а евреи из Израиля. В бакинской тюрьме, где я был за посещение Арцаха на Горного Карабаха, вчетвером напали 10 сентября 2016 года в день рождения моей мамы. Но азербайджанская мистика с датами имеет, конечно, и обратную силу, поскольку мусульманин-шиит Ильхам Алиев родился не просто в день христианского католического рождества, но это также день расстрела румынского диктатора Чаушеску. И перспектива повторить его судьбу, безусловно, Ильхам Алиева беспокоит. Но это перспектива глобальная. А для меня, у меня точнее, для Ильхама есть подарок чуть более скромный. В его день рождения, уже в декабре 2023 года, Совет Европы будет рассматривать злостное неисполнение Азербайджаном решение Европейского суда, по моему вопросу, признавшего Азербайджан виновным в пытках, покушении на убийство и незаконном аресте. Вот такие, друзья, ребята. Еще раз. С днем рождения, Армения! Все будет хорошо.